Привет, в этом видео буду говорить о полах, на этот раз не о деревянных, а о бетонных, по плитам перекрытия. Давайте только вот заставку сейчас пущу и продолжаем. Из того, что я наснимал в этом году, сложно было собрать какой-либо цельный видеоматериал. Я сделал немножко того, другого и третьего, а ничто из этого доделать полностью так и не смог. Но стадии в общем-то прошел все, поэтому рассказать о работах могу. Те, кто смотрели мои предыдущие видеоролики, скажут, наверное, «Эй, какие полы? Ты вообще-то гипсокартонные стенки обещал выложить». Со стенками пока по времени, я к ним в этом году не касался. Так и остались недоделанными. К тому же, мнение о гипсокартоне у меня потихонечку меняется. Нужно бы доделать до конца всю эту стенку и посмотреть, что, да как, а уже потом суп с котом. В общем, давайте переходить к полам. На верхнем этаже они у меня деревянные. Я, когда видео делал об этих полах, я их достаточно сильно ругал. Но сейчас начинаю видеть чуть больше преимуществ, чем видел раньше. На них можно жить даже без утепления, что я и делал в этом году. То есть, мой дом был чем-то вроде бытовки. Я ночевал на нем постоянно, чтобы не тратить деньги на бензин и не тратить время на то, чтобы добираться до стройки. И делал я это как раз на втором этаже, на тех самых деревянных полах, которые даже и не требовали какого-то утепления или проводки отопления. По ним можно было ходить босичком или в носочках, и они спокойно не тянут тепло из тела, в отличие от бетонных. Для которых это самое утепление и отопление я сейчас и должен буду делать. Как я уже говорил, полы верхнего этажа это просто доски. Чуть позже я буду делать утепление, вероятно, и гидроизоляцию. Это будет непросто начинать от верха к низу, но все-таки некоторые идеи, как это сделать, у меня есть. И в общем-то это не очень-то обязательно, потому что между первым и вторым этажом тепло может запросто переходить. Мне это даже будет в плюс, потому что в основном я буду жить на втором этаже. А вот первый этаж будет граничить с подвалом, который не отапливается. А это значит, что зимой в подвале будет холод, и этот холод не должен попасть внутрь дома через перекрытие. Плиты будут всегда оставаться холодными, и подогревать их смысла никакого нет. Далее над ними будет уложен слой утеплителя, который разграничит теплую зону дома и холодную зону улицы. Хотя на самом деле подвал не будет таким уж прям холодным, но все-таки буду его считать таковым. Ничего лучше, чем экструдированные пены полистирола я не нашел, поэтому укладывать буду именно его. Толщина 5 сантиметров, и как же хорошо, что он закуплен был еще в прошлом году. Потому что в этом цены полетели в космос. Из-за такого подъема цен мне пришлось отменить многие стадии строительства. И в этом году я смогу показать лишь те стадии, которые не касались металла, не касались дерева, утеплителя и в общем-то пока все. Пластик и камень благо подорожали несущественно. Над утеплителем будет залита бетонная стяжка, внутри которой уложу теплые полы, электрику и частично водопровод. Внутрь стяжки я уложу трубы для теплого пола, и в некоторых случаях они вероятно будут брать на себя функции отопления полностью. Но все-таки таковыми я их не планирую, и поэтому добавлю еще и радиаторы. Предвижу, что когда-нибудь поджаривать пяточки мне надоест, а захочется походить по прохладному полу, тем же временем не отмерзая. И вот тут захочется основной акцент нагрева переключить на радиаторы, а теплые полы убавить. Я мыслил следующим образом, если я захочу в будущем поставить радиаторы, я их поставлю. А вот если я заранее не подготовлю теплые полы, а в будущем их захочу, то вряд ли я уже что-то сделаю. И несмотря на то, что это дополнительные расходы, которые будут потрачены в пол, мне придется на них согласиться. Будет очень много подготовки и много закупок. Начнем с самого очевидного, трубы для теплого пола. Тут каждый применяет что захочет. Можно даже металлопластик уложить, но для меня самым подходящим оказался шитый полиэтилен. Диаметр такой трубки 16 мм, двухслойный, с кислородным барьером. Укладывать буду через расстояние 150 мм друг от друга. То есть 15 см. Можно было бы, конечно, укладывать и через 20 см, но многие говорят, что это грозит температурной зеброй. То есть, когда будут области горячие и области холодные на стяжке. Не то, чтобы прям в одной области я буду ошпариваться, а в другой получать обморожение. Просто пишут, что это некомфортно. Общую длину требуемой мне трубы можно рассчитать по онлайн-калькулятору, собственно, как я и поступил. Используя специализированные программы, в которые вносятся все данные, в том числе и теплопотери дома. Вероятнее всего, это для более серьезных случаев, когда теплые полы – единственное отопление в доме. Не как у меня. Но можно же просто взять с запасом, прямо с излишком. Или же просто наугад. Но это, конечно же, не наши методы. Скажу сразу, даже рассчитав все более-менее точно, я все равно прогадал. У меня осталось излишек, хотя должно было не хватить. Но эти излишки впоследствии я применил для водопровода и отопления. Теплые полы, как правило, укладываются участками. Эти участки называются контурами. Один контур – это петля, сделанная из трубы. Каждый конец подобной петли – это вход и выход для жидкости. Все концы петель, в которые теплая жидкость должна входить, объединяются в одном общем резервуаре. Пускай это будет труба. В этот резервуар должна подаваться горячая вода. То есть у нас должен быть какой-то насосный элемент и нагревательный. Котел и насос, соответственно. Насос создает давление, и теплая жидкость втекает во все входные концы контуров. Протекая по контуру, жидкость отдает тепло в пол, а пол отдает его в дом. Далее жидкость выходит из другого конца этого контура и объединяется в другом общем резервуаре. В том, в котором должна быть уже отработанная, более прохладная жидкость. Далее мы ее опять должны прокачать через котел, там она нагреется и будет подаваться снова на горячий резервуар, через который раздаваться снова по контурам. Эти подающие и отводящие резервуары для жидкости удобно расположить в одном устройстве, и называется оно коллектор. Этот самый коллектор может быть как пластиковым, так и металлическим, а также металлопластиковым. Как правило, он представляет из себя две трубы достаточно большого сечения, из которых есть выходы на более мелкие трубы, то есть на те самые контура. В одну трубу подается нагретая вода, из другой выходят охлажденные. Далее циркулирует через котел и снова. Правда, в случае с теплым полом напрямую через котел жидкость там не циркулирует, так как в полах большие температуры не разрешены. Бетонный пол от слишком большого расширения температурного может лопнуть, или его отделка в виде плитки поотскакивать. Но коллекторы могут работать и с радиаторами, и вот в них уже большие температуры допустимы. А для теплых полов используют смеситель, то есть устройство, которое подмешивает немножко теплой воды к той самой холодной и пускает по второму кругу, для того, чтобы температура была приемлемой. Точно так же, как мы делаем это в ванной. Вероятно, я слишком сильно углубился в рассказ о теплых полах, но дело в том, что это потребуется для того, чтобы понять, почему я именно так буду делать стяжку, а не как иначе. То, как пол будет использоваться в будущем, будет диктовать мне те технологии, что я буду выбирать для его строительства. Самым непонятным для меня в то время была последовательность выполнения всех работ. Я не знал, за что именно должен взяться в первую очередь, за что во вторую. С одной стороны, мне нужно как можно больше материалов, чтобы я мог не останавливаясь работать, но с другой стороны, полы должны быть полностью свободны, для того, чтобы эта работа имела возможность продвигаться. К тому же, все делают их немного по-разному, и что именно мне требуется закупать, а что не требуется, я совершенно не знал. Многие люди даже коллекторы самостоятельно изготавливают из каких-то водопроводных частей. И соблазн поступить так же был очень большой, потому что трубы теплого пола – это наименьший из растрата на этот самый теплый пол. Коллектор, смесительный узел, насос и прочие элементы системы переплюнут эти трубы по цене очень быстро. Ну да ладно, для меня сейчас самая главная задача полностью освободить первый этаж. А это непросто, я с прошлого года его так хорошо завалил. Но в этом году у меня появилась помощница. И я бы рассказал предысторию, но чё-то как-то лень. Давайте я просто поставлю озвучку из прошлого видео. Работая на улице, прямо-таки мерзну. И не только я. Ко мне уже погреться начинают приходить различные животиночки, вот такие симпатичные. Правда, настолько же симпатичные, насколько и надоедливые. Полдня лезет под руки и орёт. Наверное, поесть просит. А из еды у меня только банан и чай. Бананом пробовал угощать. Есть не стало, только зря еду перевёл. Чай наливать ей не стал. Вижу сразу, что у нас тут гурманы особые, скорее всего, откажутся. Пробовал прогнать, чтобы поискала еду у других строителей. Не получилось, всё пристаёт и лезет ко мне. Ну а что делать? Придётся работать так, игнорирую её. Покушать дать мне было ей просто нечего, а более предложить-то ничего и не могу. Нормально, смысл не сильно исказился. Когда на полах больше ничего не набросано и не уложено, имею возможность раскладывать пенополистирол. Но делать это можно только на ровную поверхность. Плиты-то ровные, но дело в том, что на них очень много падало различного цемента и клея для газосиликатных блоков. И это надо теперь всё отскоблить. Отколотить, отшкрябать. Процедура не обязательная, но желательная. Также сделать все отверстия под коммуникацией. То есть, те места, где будет входить проводка, водопровод и всё прочее, я должен сразу же просверлить ещё до укладки утеплителя. Потому что куда проще прорезать отверстие в утеплителе в том же самом месте, где оно есть в плите, чем делать это сквозь утеплитель. Учитывая, что проект моего дома делается непосредственно в процессе стройки и постоянно меняется, и как-нибудь, когда-нибудь, и потом, мне пришлось всё-таки продумать, как будет расположена в ванной вся мебель, также различные приборы, где будут розетки, где будут сливные отверстия, где будет вход водопровода. Окончательно решить пришлось именно сейчас. Я нарисовал всё в том, в чём умел рисовать, часть даже сделал в онлайн-редакторах различных по расчёту труб, тёплого пола и всего прочего, и наклеил всё это на стену. К этой стене мне ещё придётся подходить очень часто и сверяться со всеми планами и схемами. Итак, в ванной у меня будет ванная, что необычно, да? Туалет и раковина. Ну, ещё будет стиральная машина, но она, скорее всего, будет сливать куда-нибудь в ванную, то есть в ту же самую канализацию. То есть, по сути, сливных отверстий нужно всего лишь три. И ещё через одно отверстие должна вода заходить в дом. Получается четыре. Из них одно большое под туалет и три маленьких. Диаметры буду перечерчивать непосредственно по тем трубам, что будут использоваться. Сто десятая под туалет и пятисантиметровая под всё остальное. Также будет туалет на втором этаже, но он будет строго над туалетом первого этажа, поэтому всё будет литься в одну трубу. Ещё одно отверстие под слив из раковины на кухне. И входное отверстие для электропроводки из подвала. Оно будет в прихожей, там, где распределительный щиток. Обычно его ставят как можно ближе ко входу. Существует три наиболее вероятных способа, как я сделаю это отверстие. Это алмазное бурение, взрывчатка и работа перфоратором. Само собой очевидно, что один из способов совсем не для меня. Это алмазное бурение. Во-первых, потому что стоит лютых денег. Берут по тысяче за каждое отверстие, это если в плитах пустотных. А если в фундаменте, то где-то тысяч пять-шесть за одно отверстие. Для меня это очень много. К тому же я насмотрелся на опыт подобных работ в многоэтажных зданиях. Вот посмотрите, как они это делают. Сначала кто-то закладывал арматуры в фундаменте, потом другие ее срезают, нафиг надо. А в моих плитах каждая арматурка, каждый трос на вес золота. В итоге я решил выбрать все-таки перфоратор. Если у кого-то тоже пустотные плиты, то скажу, что это самый безопасный и самый легкий способ сделать отверстие в плитах. Купить надо всего лишь сам перфоратор, сверло по бетону достаточно большой длины, как минимум, чтобы оно было подлиннее, чем сама высота плитой перекрытия. Ну и вот такая вот лопаточка. По расходам получилось примерно так. Перфоратор 4000, сверло где-то в районе 200 рублей, лопаточка тоже в том же диапазоне, около 200. Итого за 4400 мы можем надубасить отверстия хоть десятками. И вдобавок у нас еще останется перфоратор, лопаточка и сверло. Ими же я потом впоследствии пробурю дыру и в фундаменте для канализации, тем самым сэкономлю еще 6000. Но что самое важное, во время записи данных видеороликов ни одна арматура не пострадала. А как так получилось? Как угадать, куда надо сверлить, чтобы не попасть в арматуру? Дело в том, что я веду записи с самого начала стройки. И вот он кадр, когда я показывал свои плиты сбоку. На них мы видим, где выходят арматуры. По краям, а дальше равномерно можно разделить на равные части. Я использовал ручку от метлы для того, чтобы сделать шаблон расположения арматуры в плите. Нарисовал засечки и просто прикладывая к краю от того места, где начинается первая арматура, я могу спокойно понять, где можно сверлить, а где нет. Рисую отверстие по трубе, пытаясь вместиться в дозволенные мне расстояния. И потом делаю при помощи сверла отверстие, по которым в дальнейшем вот этой вот лопаткой выламываю все, что внутри. Есть же при необходимости это отверстие можно выровнять или расширить. Также пробовал использовать коронку. Это просто мучение, лучше даже и не пытаться. Отдельное видео я чуть позже сделаю, где поподробнее расскажу о всем этом сверлении и бурении. К тому времени я уже закупил большую часть из требующихся мне материалов. Утеплитель уже был. Как видите, есть сетки, по которым я буду размечать трубы, и к ним же буду их привязывать при помощи хомутов. Хомуты тоже купил. Водопроводные трубки и целую кучу мотков и электропроводки различных диаметров. Двухжильные, трехжильные, два с половиной квадратных миллиметра, четыре, шесть, все брал. По большей части и счет все закупалось из-за роста цен. Дело в том, что с каждым днем они прибавлялись, и иногда приходилось выискивать из старых запасов в тех захолустных магазинах, где люди не особо покупают. Доходило даже до того, что трехжильный провод был дешевле двухжильного, хотя одинакового сечения. Просто из-за того, что двухжильный спрашивали, и он быстрее заканчивался, а трехжильный был еще из старых запасов. Лично я в этом году не покупал ничего из того, что подорожало. Это был мой такой личный протест и, можно сказать, мирная война. Но все соседние стройки почему-то активно закупались, как деревом, так и металлом, сводя к нулю эффективность моего бездействия. А сейчас еще разочек обрабатываю полы перфоратором, убирая все приляпки, потом веником, потом пылесосом для того, чтобы убрать пыль, и можно укладывать утеплитель. Но делать этого я пока что не буду, потому что неинтересно делать то, что можно. А если серьезно, то я решил приняться за ту самую электропроводку, что будет пролегать в стяжке пола. Работа будет создавать много пыли, грязи и крошек, которые трудно вытаскивать из-под утеплителя, поэтому решил сделать это заранее, еще перед его укладкой. Длину требующихся мне проводов с их сечением я узнавал следующим образом. Для начала нарисовал весь проект дома вместе с мебелью и приборами, которые я планирую в дальнейшем использовать. Делал я это в векторном редакторе, там где можно проставлять размеры. Я нарисовал каждую тумбочку, телевизор, микроволновку, миксер и даже циркуляционный насос для отопления, который тоже требуется включать в сети. Предусмотрю все, пожалуй, заранее, чтобы в будущем как можно меньше переносок использовалось. Некоторые линии прохождения проводки я рисовал прямо сквозь стены, думал, что буду сверлить, но позже я старался избегать таких маневров, просто прокладывая подверным проемом. Поверьте, сверлить и резать несущие стены нам захочется еще очень часто, и если каждый раз мы будем позволять себе такое удовольствие, то от них ничего не останется. В них потом захочется и водопровод покороче провести, и трубы для теплого пола там удачные прошли бы, но нежелательно. В общем, когда рисунок всего, что у меня будет расположено в доме, и самого дома непосредственно уже готов, я просто его перерисовываю через тот же самый редактор труб теплого пола, рисуя эти самые трубы по проводке, просто используя это как отдельный проект. И таким образом программа мне показывает длину каждого контура, только уже не труб, а проводки, что позволяет мне купить нужное количество метров провода каждого сечения, не покупая излишков. Конечно, проводка должна быть отдельной темой для того, чтобы подробно рассказать, что и как подключается, но для упрощения скажу, что она выглядит подобно дереву, в котором ствол подходит к нашему дому, а дальше уже по ветвям идет утоншение сечения провода. Мы должны предвидеть, какие нагрузки на каждом проводе у нас будут, какие приборы мы будем включать и какие токи будут проходить, если несколько этих приборов будут работать одновременно. Но мы же не очень любим считать, правда ведь? Поэтому скажу упрощенно. Для ввода проводки в дом, то есть линия, которая будет практически все обеспечивать, что в доме находится, я использовал провод сечением 6 квадратных миллиметров. На приборы наибольшего употребления 4 квадратных миллиметра, на розетки 2,5 квадратных миллиметра, а на освещение 1,5. Тип провода VVG-NG. Также можно брать VVG-PNG. Различие лишь в том, что один круглый, второй плоский. От щитка поведу по одной линии на каждую комнату, чтобы можно было понять по отключившемуся автомату, в какой именно из комнат неисправность. Делать миллион рубильников на каждую розетку в доме я не буду, это, по-моему, перебор. В доме моих родителей вообще всего один автомат на весь дом. И никогда в жизни у нас не было с этим проблем. В стенах под проводку сделаю углубления, так называемые штробы, и просто их замурую там. А в полах я уложу каждый кабель в гофру. Или правильнее будет назвать гофрированная пластиковая труба. Можно было бы все залить и без нее, но хочется, чтобы кабель имел некоторую зону свободы, в которой он может расширяться и сужаться, в случае, если он нагревается и охлаждается. Да и не очень хочется, чтобы проводка контактировала с бетоном. Вдруг какой-то участок придется демонтировать или разрушать, хотелось бы, чтобы была небольшая подстраховка для провода. Под домашнюю проводку обычно используется серая гофра, а черная под уличную. Трубы других цветов используются, как правило, просто для упрощения, чтобы можно было маркировать определенные кабели и знать, где у нас что идет. Если же проводка идет под землей, то можно уложить ее и в водопроводную трубу, так будет надежнее. Никакой пожаробезопасности или возможности замены провода гофра не дает. В снипах и ГОСТах, как требование, в общем-то, тоже не прописано. Пропихивание кабеля в гофру достаточно муторное занятие. Одному сложновато, а вдвоем немножко проще. Делается это следующим образом. Отмеряется определенный участок кабеля и чуть меньший участок гофрированной трубы, так как по стенам она не пойдет, в отличие от кабеля, а только по полу. Гофру нужной длины придется отрезать сразу. С кабелем это можно будет сделать попозже. Внутри этого гофрированного шланга есть проволочка, помогающая просунуть кабель внутрь. Мы кабель привязываем к этой проволочке с одной стороны шланга, неважно каким методом, а со второй стороны проволочку привязываем к чему-нибудь достаточно надежному. Далее выпрямляем кабель в одну ровную линию и просто стягиваем гофру на него. Эта вспомогательная проволочка внутри гофрированного шланга называется зонт. Без него вряд ли получится вообще кабель запихать внутрь, во всяком случае, если гофрированные трубы требуется более двух метров протолкнуть. Диаметр же трубы подбираем по толщине кабеля, который будем в нее пихать. Как я уже говорил, нигде ничего подобного особо-то и не прописано. Выбираем на свой вкус. Проводку на данный момент раскладываю приблизительно, делаю ее с запасом. Примерно веду от щитка, в котором будут автоматы стоять, и до распределительных коробок, а также до розеток. Учитывая, что некоторые розетки у меня будут с распределительными коробками внутри себя, практически это одно и то же. Кабель под освещение пойдет по потолку. Пока точно не знаю, от щитка или же от распределительных коробок внутри каждой из комнаты. Нагрузки небольшие, поэтому можно и от коробок тянуть. Меньше проводки в стенах, по-моему, это хорошо. Больше будет мест, куда можно вкрутить шурупы, не замкнуться. В начальных и конечных точках закрепляю провод к стене вот такими вот пластиковыми скобами. Они есть и под плоские провода, и под круглые. В те времена погода у нас совсем чудила. Выдавало то вот такие вот смерчи непонятные, то ливень. Сейчас, как вы видите, мы заправляем гофру прямо в дождь, но в доме тепло, даже ночевать можно. Штробы под каждую связку кобелей я выпиливал обычной ножовкой и потом выдолблюл перфоратором. Это делается быстро и очень легко. В отличие от кирпичей, в которых приходилось выпиливать болгаркой и тем же самым перфоратором. Пыли очень много. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Существуют, конечно, специальные кожухи на инструменты, которые позволяют подключить пылесос, но у меня пока что такого нет. Во многих местах для того, чтобы зафиксировать эту проводку, вечно мешающуюся под ногами, я использовал упаковочные ленты, прикрученные обычным шурупом к стене. Они у меня остались после распаковки палеты с кирпичами. Сам кабель проводки я вывожу непосредственно под розеткой, так, чтобы он шел строго вертикально. Мне так проще будет запомнить, где он находится. Первая розетка комнаты, к которой подходит кабель, будет по совместительству распределительной коробкой. В продаже такие есть. То есть в случае работы с электрикой просто буду откручивать розетку и в ней либо что-то отсоединять, либо подсоединять. Большую часть розеток я, конечно же, вывожу поближе к окнам, для того, чтобы что-то можно было поставить на подоконник и подзаряжать. Фиксировал я проводку с учетом высоты утеплителя, а он у меня равен 5 сантиметрам. Если зафиксирую ниже, то придется его потом все равно откручивать. С тех пор, как площадь дома освобождена от лишних стройматериалов, обнаружились те места между плитами, которые я не залил бетоном. Заливаю, так как эти стыки нужны для того, чтобы плиты цеплялись друг за друга. Да и воздушные пустоты под утеплителем мне просто ни к чему. Ну а после того, как все залито, замазано и отшлифовано, я имею возможность раскладывать плиты утеплителя. Как я уже говорил, это пенополистирол, у которого толщина 5 сантиметров и есть пазы для стыковки. Но у стен эти пазы не нужны, поэтому я их срезаю. Стараюсь уложить максимально плотно для того, чтобы не было возможности движения воздуха. Если честно, эта работка очень приятная. Во-первых, потому что продвигается быстро. Во-вторых, потому что пачки тают на глазах. Они раньше мне постоянно мешались, а тут укладываются на пол и более не занимают места. Большую часть площади комнаты они просто выкладываются одна за другой, успевая только пачки распаковывать. А уже ближе к стенам приходится, конечно же, подрезать недостающие элементы. Плитки режу обычным канцелярским ножом, но можно взять и кухонный вполне. Они очень легко режутся, тем не менее остаются достаточно прочными для того, чтобы в дальнейшем держать бетонную основу. Именно на этой стадии, когда я укладывал утеплитель, мне и приходилось резать штробы под проводку в ванной, то есть в кирпичах. В пыли был просто весь дом. Конечно, нужно применять пылесос или какую-то другую технику, которая позволит избежать такого сильного запыления. А у меня-то всего лишь две штробки. Что же происходит у тех, кто полностью проводку по стенам растягивает? Именно из-за того, что объем работ казался маленьким, я и решил не подготавливать никаких систем пылеуловления, пылеочистки или как это правильно назвать. Я забегал домой, предварительно надышавшись воздуха, задерживал дыхание, резал кирпич, потом, когда клубы пыли все заволакивали вокруг, выбегал на улицу, там ждал, пока все осядет и продолжал дальше работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти вот моточки-кучеряшки это запас провода на то, чтобы розетку переместить куда-то чуть более далеко, чем я изначально запланировал. Вдруг захочется повыше. Например, стиральная машинка встанет и розетку нужно будет поднимать. Пока что не знаю, где она точно будет располагаться. Я решил, что в ванной мне хватит две розетки. Одна у стиральной машинки и вторая рядом с раковиной. В большинстве домов и квартир, где я жил, розеток в ванной не было вообще ни одной. Так что мне хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Большинство необходимых мне материалов в нашем городе отсутствует. Невозможно найти, наверное, половину всего, что требуется. Поэтому езжу в соседний. Там же примеряюсь к сантехнике, которую буду устанавливать, для того, чтобы примерно хотя бы представлять, в каких размерах и где мне нужно располагать. Отверстия, соединения и все прочее. Также мне пришлось поехать в соседний город за проводкой с сечением 6 квадратных миллиметров, так как у нас никто ее не продает и не покупает. Это странно, ведь чем-то надо заводить питание от улицы в дом, а также электрические духовые шкафы требуют именно такого сечения провода. Но у нас, видим, люди ставят все на 4 миллиметра. Пофиг прокатит. И на самом деле прокатит. Я вообще все это время питаюсь от переноски с очень маленьким сечением, да и провод гибкий. Иногда даже сварочный аппарат на это все врубаю, и ничего не происходит, но тем не менее подстрахуюсь для дальнейшей жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ой, что-то я отлегся я от темы. В общем, утеплитель уложен на всех полах, и теперь на него можно укладывать трубы теплого пола, казалось бы. Но эти трубы надо как-то разметить, то есть чтобы они укладывались четко по определенным размерам. Это можно фиксировать при помощи клипс, постоянно замеряя. Есть также пенополистирол, который уже сразу оборудован выемками под трубы, что позволяет удобнее укладывать, но у меня не такой. Можно также уложить их на металлическую сетку, что я и делаю. Расстояние между соседними витками труб я решил определить как 150 мм, то есть 15 см. К сожалению, у нас не продают армирующие сетки с таким размером ячейки. Но есть 10 см ячейки, тоже подойдут, буду укладывать через полторы. Когда приобретал эти решетки, в магазине другой покупатель разговорился со мной по поводу теплого пола и посоветовал мне устелить все пленкой или теплоизоляцией, которая металлизированная. Не по той причине, что будто бы металлизированная поверхность будет тепло отражать, как некоторые говорят, а говорит по причине, что нужно закрыть пенополистирол от тепла, для того, чтобы он сильно не нагревался. Как ни странно, утеплитель, да, не должен нагреваться. Сказал, что от нагрева он все-таки что-то выделяет, из-за чего дышать в доме некомфортно, как минимум. Говорит, возьми либо пленку, либо эту самую теплоизоляцию, которую продают для теплых полов. Все устели и заклей герметично, чтобы не выходили эти токсины. Так как цена не очень-то большая, по сути на весь дом у меня выходит где-то в пределах 3000 вся эта теплоизоляция, я решил взять и то, и другое. И теплоизоляцию металлизированную, и достаточно толстую пленку, для того, чтобы сверху и эту изоляцию закрыть, так как говорят, что раствор может растворить слой металла. Забегая наперед, скажу, что растворить этот слой может не только раствор, но еще и обычная вода, что у меня и произошло впоследствии местами. В общем, на своих 70 квадратных метров я купил 4 рулона этой самой изоляции для теплого пола. В одной из комнат я решил провести эксперименты, и купил обычный вспененный полиэтилен с металлизированным слоем. Он стоит, кстати, не особо-то дешевле, но зато толще. Правда, мне сказали, что толще это хуже, потому что будет проминаться, но мне без разницы. В одном из мест я вообще ничего не уложил, потом проверю каким-нибудь специальным тепловизором, для того, чтобы сравнить, а есть ли вообще разница. стыки заклеил металлизированной лентой. По сути, это фольга с клеем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Брал средней толщины в магазине из тех, что имелись в наличии. Полиэтиленом я это все закрывал с запасом, так, чтобы и на стены заходило, где я их прикреплял при помощи строительного степлера. Теплоизоляцию из пененого полиэтилена я тоже местами закидывал на стены, для того, чтобы она служила как демпфер, когда будут заливаться полы. Хотя, демпферную ленту я тоже купил и тоже прикреплял к стенам. Она будет нужна для компенсации расширения стяжки. Ведь впоследствии мы зальем сюда что-то вроде бетонной плитки, которая будет от температуры как расширяться, так и сужаться. И в процессе этих движений она не должна ничего поломать и сама поломаться тоже не должна. В будущем этот пол, который я залью, будет, по сути, так называемым плавающим. То есть он снизу удержится на утеплителе и с боков граничит тоже с утеплителем. Ни к одной из конструкций он не привязан. Это такая бетонная плитка на демпферах. Что ж, все готово. Раскладываю сетку. Похоже, что я взял армирующую сетку слишком большого диаметра. Работать сложновато, она трудно гнется. Но, быть может, проармирует мне бетонную стяжку. И это будет дополнительной прочностью. Ближе к стенам подгибаю для того, чтобы не прокалывало пленку. А на стыке между двумя этими картами сетки я их связываю между собой для того, чтобы были одним цельным слоем. Стараюсь загнуть все острые торчащие элементы, чтобы не повредить проводку, сами трубы теплого пола, которые в будущем будут укладываться, и теплоизоляцию. Для сравнения скажу, что эти сетки обошлись почти в 6000. В отличие от теплоизоляции, это в два раза больше. Ну, я имею в виду тот спененный полиэтилен с вольгой. Процесс укладки, к сожалению, долгий. Как и прежде, работал днями и ночами для того, чтобы побыстрее все успеть. Думаю, что если бы я взял сетку чуть потоньше, то все прошло бы гораздо быстрее. Машина в данный строительный сезон очень выручала. Каждый раз ездил примерно вот так. Весь загружен всяким барахлом. Для того, чтобы лишний раз не растрачиваться на поездке, стараюсь брать все впрок уже на будущей стадии строительства. Вожу водопроводные трубы, мебель для того, чтобы оставаться и ночевать прямо там на стройке. Забиваю все имеющееся пространство до отказа. А вот тот самый провод 4 квадратных миллиметра сечением. Его специально тяну для того, чтобы в будущем подключить духовой шкаф. Он слишком много потребляет и поэтому требует больше безопасности. 6-ти миллиметровый провод, тот, что будет в одной на вход самого счетчика, еще толще. Вот, к сожалению, проводку подражание тоже затронуло, но я никак не могу этого избежать или отложить эту стадию строительства на потом, потому что в заливке полов надо проложить сразу же и проводку. Безвыходная ситуация. Он намного толще всей прочей проводки и поэтому запихать его в гофрированную трубу было особо сложно. Залез прямо в притирочку. Кабель с течением в 6 миллиметров я, походу, ни в какую гофру прятать вообще не буду. Хотя они продаются большего диаметра, но, наверное, не вижу в этом никакого смысла. Зафигарю в водопроводные трубы и частично проведу под землей. Каждый провод помечаю, какой из них куда идет, потому что, когда я залью все бетонной стяжкой, трудно будет определить, где какой и к чему относится. В будущем месте установки электрического щитка делаю еще одно отверстие для того, чтобы провести в одной кабель. Вставляю кусочек полипропиленовой трубы в качестве гильзы, для того, чтобы в будущем при заливке стяжки не залить это отверстие. Мне нужно окончательно привести в полный порядок все, что будет находиться на границе, заливаемое бетоном. А, все, что выше, доработаю уже потом. Удивительно, да, я уже 30 минут рассказываю о заливке полов и все еще их не заливаю. К сожалению, вот так оно. Подготовительная часть здесь гораздо дольше, чем просто сама заливка. Да и в моих полах слишком много всего будет располагаться. Они скроют большую часть коммуникаций. Временную лестницу мне все-таки пришлось снять. Да, мне нужно ходить наверх постоянно, но она мешает укладке утеплителя. Хотя, сами столбы я все-таки оставлю и обойду их. Просто буду вырезать отверстия, подходящие под них. В будущем, если лестницу надо будет поменять, все это компенсирую. В общем-то, давайте всю рутину и волокиту пропущу и покажу итоговый вариант. Как видите, металлизированный скотчик у меня достаточно быстро закончился, поэтому воспользовался обычным армированным. Он тоже неплохо держит, просто не отражает. А отражать-то там, по сути дела, и нечего. Наличие отражающего слоя в утеплителе под стяжкой мне не совсем понятно, но, тем не менее, производитель, скорее всего, не дурак и сделал его там не зря. Четырех рулонов мне на всю поверхность пола не хватило, потом еще подкупал, но стоимость невелика, пусть будет. Этот пол вобрал в себя столько устройств и технологий, что на данный момент это будет, наверное, самая нашпигованная всякими приблудами часть дома. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, а как менять, если что-то накроется? Да никак, делаю так, чтобы менять не пришлось, а в случае, если что-то и случится плохое, то просто проведу уже по стенам новую линию, как это делают большинство других людей. Рассказик о всех этих работах по устройству моих полов получает слишком объемный, поэтому разделяю его на две части, и первая заканчивается вот прямо сейчас. Неожиданно, правда? Обычно я весь материал упаковываю в один видеоролик, а тут не уместилось. Да и вы посмотрите, уже 41 минуту сидите, пялитесь в монитор. Нельзя так долго перед телевизором сидеть. На улицу сходите, что ли, воздухом подышите, разомнитесь немножко. В очередной раз прошу прощения за то, что делаю так редко видео. Как говорится, не мы такие, жизнь такая. Здоровья вам желаю, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok